Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Возбудителем служит вирус кори. Основные симптомы – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на кожных покровах, а также общая индексикация и лихорадка. При контакте с источником инфекции болезнь поражает непривитых лиц со стопроцентной вероятностью. Путь заражения воздушно-капельный. У взрослых корь притекает тяжелее, нежели у детей. При заболевании могут развиться различные осложнения, самое тяжелое из которых – коревой менингоэнцефалит. Он встречается примерно у одного из тысяч заболевших. Среди наиболее распространенных обострений – пневмония, стеноз гортани, острый отит или синусит. Именно специфических лекарств против кори нет. У этого используются противовирусные препараты общего действия, так скажем. Также все лечение направлено на патогенетическое заболевание, чтобы облегчить, помочь организму во время борьбы с этой вирусной болезнью. В качестве мер профилактики выступает ношение масок, проветривание и уборка помещений, так как вирус не устойчив к воздействию моющих и антисептических средств. Наиболее эффективная специфическая мера – вакцинация от кори, которая включена в национальный календарь прививок. После прививки место укола не выпаривать, в бане не париться, в горячей бане не лежать. Мыться в душе можете, место укола мочалкой не тереть. Дети получают вакцину в год и в 6 лет. Взрослые, ранее не делавшие прививку, могут сделать ее дважды с интервалом в 2 месяца. Если произошел близкий контакт с больным, находящимся на ранней стадии коревой инфекции, то наличие поствакцинального иммунитета снижает вероятность средне-тяжелого и тяжелого течения заболевания у привитого человека примерно на 80%, а у ребенка с хорошим иммунитетом практически на 100%. Иммунизация населения против кори в России будет проводиться до конца 2023 года. С начала года в регионе уже вакцинировалось порядка 100 человек. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться за направлением либо в регистратуру, либо к терапевту. Процедура бесплатная, переносится легко и не вызывает температурных реакций. Мадина Исмаилова, Даниил Сурков, Управда ТВ.